Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в XX веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – начало холодной войны. «Семь дней истории» После завершения Второй мировой войны мир был практически обречен на новую конфронтацию. Дело в том, что формировались две системы. С одной стороны, Советский Союз, основанный на принципах государственного социализма. С другой стороны, Соединенные Штаты – их союзники, проводившие принципы рыночной капиталистической экономики. Неудивительно, что политики уже ждали, чем кончится эта напряженность. И Сталин с одной стороны, и Трумэн с другой стороны стали предпринимать шаги для того, чтобы завоевать позиции в этом новом противостоянии. Однако, каждая из сторон сначала действовала осторожно. Советский Союз задерживал вывод своих войск из Ирана, надеясь получить там привилегии при добыче нефти. То есть, вел себя немножечко как империалистическая держава. С другой стороны, Сталин стал поддерживать в Иране национально-освободительную борьбу азербайджанского народа на севере страны. И таким образом показывал всему миру, я не вывожу войска не потому, что хочу захватить иранскую нефть, а потому, что забочусь о национальных правах угнетаемых народах во всем мире. Одновременно развернулась борьба в Греции. Здесь уже британские оккупационные войска не уходили, чтобы обеспечить победу своих союзников-монархистов на выборах. И здесь уже развернулась борьба между монархистами и коммунистами. Коммунисты, увидев, что выборы подтасовываются, отказались принять в них участие, и развернулась гражданская война в Греции. Эти конфликты нарастали один за другим, но в то же время в большую войну не перерастали, потому что каждый из сторон понимал, что новой войны мир не поймет и просто не выдержит в этот период. Однако сигнал для конфронтации все-таки был дан уже на этом этапе, весной 1946 года. В Фултоне, в присутствии президента Соединенных Штатов Америки, ныне отставной политик, но очень влиятельный британский политик Уинстон Черчилль произнес речь, в которой он заявил. Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освещены победой союзников. Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем. Или каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских тенденций и стремлений к празелитизму? Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность и стремятся всюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во всех этих странах. И до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии. Турция и Персия глубоко встревожены и обеспокоены претензиями, предъявляемыми им и давлением, которое осуществляется московским правительством. Тень железного занавеса упала на Европу, заявил Черчилль. Черчилль таким образом подчеркнул, что с одной стороны есть государства, которые борются за демократию, за свободу во главе с Соединенными Штатами, Великобританией. А с другой стороны, за железным занавесом Советский Союз нарушает демократические права людей, устанавливает тоталитарные режимы, хочет захватить свободные такие государства, как Персия и Турция. Конечно, Сталин был очень раздражен этой речью. Во-первых, ни Персия, ни Турция, ни Греция не были свободными государствами, это все прекрасно понимали. И, конечно, и США, и Великобритания насаждали союзников и авторитарных, лишь бы сохранить свои позиции. Это было понятно. Но, с другой стороны, Черчилль четко заявил, мы не будем помогать тем государствам, которые станут союзниками СССР. А вот это была большая проблема. В 1947 году США заявили, что готовы оказать большую, массированную, можно сказать, экономическую помощь Европе, разоренной войной. В США действительно накопились большие ресурсы и финансовые, и материальные. Что-то должно было уйти в долг, а что-то в виде, так сказать, безвозмездной помощи, ну, можно сказать, в счет будущего экономического развития. И Советский Союз, конечно, хотел принять участие в этом плане, который получил название «План Маршала» в честь госсекретаря США, провозгласившего его. В июне 1947 года готовилась международная конференция, на которой страны Европы будут делить этот соблазнительный экономический пирог. Но США заявили, мы не дадим деньги всем. Мы дадим деньги только тем, кто будут соблюдать «принципы свободы», в кавычках, то есть наши политические либеральные принципы. Те государства, в составе правительств которых есть коммунисты, помощь не получат. Сталин был очень разочарован. Сталин думал, что и Советский Союз что-то может получить от этой помощи. И запретил своим союзникам, в частности Чехословакии, участвовать в этой международной конференции. Теперь железный занавес был уже вывешен со стороны США. Экономическая помощь пойдет только нашим. Более того, из правительств Франции и Италии были изгнаны коммунисты, чтобы не портили имидж этих государств, чтобы помощь пришла. После этого холодная война, то есть конфронтация между двумя системами, стала набирать обороты. Шаг за шагом, в каждой точке мира, конфликт между коммунистами и Гаминьданом в Китае перерастает в гражданскую войну. Конфликт в Греции, эскалация гражданской войны. Да, Советский Союз вывел свои войска из Ирана, не стал связываться, Сталин здесь был осторожен. Но в Восточной Европе все жестче и жестче стали насаждаться коммунистические режимы, прямо как об этом говорил Черчилль. Однако тут выяснилось, что не все западные государства могут тоже выдерживать этот темп напряженной борьбы. Великобритания в 1947 году заявила, что не может далее удерживать Грецию. А это значило, что коммунисты, которые обладают здесь вооруженными силами, могут захватить эту важную позицию. И в марте 1947 года Гарри Трумэн выступил с доктриной Трумэна. Президент США провозгласил, что мы будем сдерживать Советский Союз везде, куда он проникает. И не только Советский Союз, но и его тайных союзников, коммунистов, левые движения, национальные движения. Мы будем сдерживать перемены. И вот эта доктрина Трумэна провозглашала, что отныне борьба будет жесткой и по возможности даже вооруженной. Ведь у Соединенных Штатов была атомная бомба. В этот момент и советская промышленность, советские ученые, советские разведчики работали над созданием своей атомной бомбы. И в 1949 году она была испытана. С этого момента Холодная война становится не просто борьбой локальных конфликтов. Холодная война становится глобальной борьбой систем во главе с государствами, обладающими сначала атомным. А с 1953 года, после испытания советской ядерной бомбы, ядерным, затем ракетно-ядерным оружием, начинается гонка вооружений. В 1953 году, после смерти Сталина, Советский Союз и Соединенные Штаты стали прощупывать возможность все-таки нормализации отношений. И хотя тогда успех не был достигнут, но стало ясно. Соединенные Штаты и Советский Союз не хотят уничтожить друг друга в атомной войне. Они готовы договариваться и выяснять отношения в локальных войнах чужими руками. Мир получил некоторый шанс на спасение, но все еще продолжал висеть на волоске. Вы смотрели программу «Семь дней истории». В этот день мы рассказывали об основных событиях всемирной истории, которые произошли в 20 веке. Завтрашний день посвящен религии и мировой художественной культуре. До свидания.